Всем привет! В этом небольшом видео я хочу поделиться одним из текстов заданий, которые у меня есть, которые я когда-то получил, принятуя на должность Java Junior разработчика. Так что это возможно первое видео на данную тематику. Может быть будут еще... Как будет примерно обстоять дела? Я просто буду показывать задания, то есть немного его обсуждать, а дальше что вы хотите с ним, то и делайте. Можете просто сказать себе, что да, я это могу и сделать. Делать не буду. Кто-то может реализовать, попытаться. Здесь я больше хочу просто показать уровень сложности задания, которые вы можете получить. Претендуя на аналогичную сложность. Ну что ж. Сразу скажу, что меня на эту должность не взяли. Так что, может, не понравилось, может, кто-то сделал гораздо лучше, но это не суть. И второй момент. Я это задание немного поправил. Оно на самом деле было чуть-чуть сложнее, но непринципиально. И здесь я сразу пофиксил некоторую скользкий момент, о нем мы чуть позже поговорим. Так. Ну что ж. Давайте все-таки к заданию. У нас дается текстовый файл, в котором каждая строчка представляет из себя некий айдишник. Первая строчка представляет айдишник, который мы исследуем. Остальные строчки с кем мы исследуем. То есть, айдишник прямо вот из ВКонтакте, вот, то есть, вы будете взаимодействовать именно с VKIP, чтобы эти связи найти. Результат должен быть представлен в виде файла SCV, где сперва имя пользователя один, с кем и расстояние. То есть, нет связи, то есть, вообще никаким. То есть, эта задача же сводится к графу. Так ведь? где в узлах у нас сидят эти пользователи. И мы, собственно, ищем расстояние. Как граф у нас получается здесь как по терминологии, это правильно, а? Короче, двунаправленный, полно, двунаправленный полно, нет, он не обязательно полно связный. Двунаправленный граф, не знаю, как корректно. В общем, граф это, да, и нам нужно найти связи. Вылетел из головы. Как правильно граф это? Найти связи. Связи может быть вообще же не быть, а может быть есть, может быть прямая связь, а может быть через какое-то количество ребер. Здесь я еще поставил параметр минус один неизвестно, мы к нему чуть позже вернемся. Требования пишем, естественно, на Java, сохраняем какую-то базу данных, тут выбор предоставлялся, используем мы, чтобы вычислить, естественно, VKIP. Для этого вам придется зайти на сайт предназначенный для разработчиков, то есть у VKIP есть страничка, связанная с этим, вы должны там будете получить ключ, чтобы делать запросы и узнавать вот это вот расстояние. Хочу сказать, что здесь запросы можно делать, используя библиотеку, библиотеку, которую VK дает, либо можно делать прямо HTTP запросы стандартные, если вы не хотите подключать себе библиотеку. Это не принципиально. Здесь лишь скажу, что вам нужен, чтобы осуществлять вот эти запросы, в любом случае ключ. Вы будете делать запросы, будете парсить ответы, и все это собирается на Mave. плюс, здесь написано плюс, если присутствует наличие юнит-тестов с максимальным покрытием. Я вот этот пункт зачем так жирно-красно выделю? На самом деле это дефолтное поведение. От вас всегда ждут тестов. Даже если в тестовом задании вам сказали, вам про тесты ничего не написали, знайте. юнит-тесты обязательно. Это просто дефолтное поведение. Ладно. То есть это не плюс, если, а дефолтное. То есть вы всегда должны написать тесты. Со мной такое было. поэтому я акцентирую на это внимание. То есть в задании не было сказано про тесты ни слова, а когда уже тестовое задание разбиралось на собеседовании, там собственно это сразу было так. Тестов маловато написали, так мне сказали. Хотя в задании, в требовании ни слова не было. Поэтому можете писать тесты, обязательно их пишите. Так, итак, поехали. Что здесь было не так? Вот смотрите, у нас получалось, задача сводится к решению поиска пути в графе. мы знаем, что уже есть алгоритмы. Ваша задача здесь просто найти алгоритм и внедрить ее в свою программу. Ничего сложного, да? Нужно просто организовать граф. Все. Но проблема в том, что когда вы начнете в лоб это реализовывать, чтобы однозначно ответить, существует ли связь между пользователями ВК по инищику, да? У вас же там возникнет очень большое количество проблем. В частности, некоторые пользователи, они делают свое состояние приватным. То есть, вы не можете постучаться к ним и посмотреть их пользователей, если они закрыли это дело. то есть, хотя его друг может сказать, что они являются друзьями. То есть, допустим, есть некий пользователь А, который все приватно сделал, но у него есть пользователь друг Б, который все open. через друга Б мы можем понять, что они друзья, а через друга А мы не можем понять, что они друзья. То есть, это один из проблем, одна из проблем, с которой вы столкнетесь, когда будете использовать VKIP. Возможно, возможно, получив какой-то ключ выше, а не стандартный ключ, который дают, делая простые запросы, вы сможете решить эту проблему. Возможно, там приватным полям открываются, хотя это было бы немного странно по мне. То есть, это первая проблема. Вторая проблема, то, что количество запросов, когда вам VK даст ключ для того, чтобы делать запросы, оно будет ограничено. Там я не помню уже сколько конкретно, но, допустим, тысяча в час или тысяча в минуту. Какая-то вот такая цифра, по крайней мере, простой ключ вам дает какое-то вот такое небольшое количество запросов. А когда вам дадут случайные ключи, вы же не сможете это сделать. По-моему, всю базу данных исследовать. Просто из-за первого ограничения количество запросов у вас здесь ограничено. И второе ограничение. А где вы сохраните всю базу данных? Вы правда думаете, что вам ВК позволит всю базу данных скачать? Вот так вот запросто с одного ПК? Как-то я сильно сомневаюсь. Так что, поняв эту проблему, я сразу побежал и сказал, что за дела? Надо вставить какие-то ограничения, иначе задача нерешаема. То есть, мне не позволят делать бесконечное количество запросов плюс данные о пользователях. Там сколько ВК пользователей? 100 миллионов плюс, чтобы у рандомных этих мне чисел, у рандомных ВК однозначно определять расстояние. Мне, по сути дела, весь ВК придется скачать, поэтому нужно вставлять какое-то ограничение. Ограничение, и мы договорились на том, что делается глубина запроса. И вот этот параметр минус один, он это и означал, то, что глубины запроса не хватило, чтобы однозначно определить. То есть, вместо мин вот ноль, ноль, по сути дела, вы ставите минус один теперь. А изначально задача звучала без минус единицы. То есть, когда вы получите какое-то задание, вы должны его сперва исследовать, что оно вообще практически решаемо. И если оно нерешаемо, если у вас возникают запросы, вы должны спросить и пофиксить этот момент. От вас, собственно, скорее всего этого и ждут, что вы спросите и разрешите данную ситуацию. Не будете пытаться здесь в лоб решать. иногда такое могут вполне дать, что нерешаемую задачу, практически нерешаемую. Конечно, если бы я был владельцем ВК, я бы это решил, но поскольку у вас нет доступа ко всей базе, вам ее никто не даст, соответственно, вы и путь не можете решить, посчитать, и однозначно ответ не сможете получить. Поэтому вот вторая такая проблема. Помимо проблемы, то, что некоторые пользователи делают приватными. то есть я к тому, что когда вы будете создавать свой граф, свой граф, да, пользователь А, пользователь Б, и будете описывать, с кем у него есть связи, надо же будет, когда вы узнаете, что вот этот Open, капсулу включил, а этот Open, а этот Private, и вы это обнаружили, вы в итоге А должны это в своем личном графе вот эту связь-то, если у вас получится ее обнаружить, внести свой код. Вот такое тестовое задание я когда-то получил. Возможно, в будущем поделюсь еще одним тестовым заданием, которое тоже когда-то мне дали. Тоже предварительно изменю, то есть в один в один я выкладывать не буду. На этом, пожалуй, все. See you next time. до сих пор. Субтитры застал